Зачем японцам робот-спортсмен? Какой фильм признали лучшим в этом году? И чем удивляют на мировом чемпионате авторского мороженого? Об этом и не только в нашем обзоре. Сжечь Трампа сотни людей пришли к американскому посольству в мексиканской столице, чтобы высказать свое недовольство миграционной политикой президента США. Ее называют ксенофобской и расистской. Посреди улицы демонстранты избили, а затем сожгли фигуру Дональда Трампа. Говорят, из-за его решений страдают иммигранты. Ранее американский лидер заявил, что Мексика – самая опасная страна в мире. И США нужно обезопасить свои южные границы. Робота-спортсмена создали ученые из Токийского университета. Он может приседать, отжиматься и делать другие упражнения посложнее. Все благодаря структуре, имитирующей человеческое тело. У робота есть такие же скелет и мышцы. Он даже может потеть. Японские ученые занимаются такими роботами с 2001 года. Этот образец самый совершенный. Он поможет лучше понять механизмы движений человека, а также, как их контролируют нейроны. Напечатанная на 3D-принтере ракета успешно вышла на орбиту. Американская компания «Рокотлэб» запустила ее с космодрома в Новой Зеландии. Ракета-носитель «Электрон» доставила в космос три спутника для коммерческих заказчиков. Это первый космический корабль, созданный 3D-принтером. Главное его назначение – перевозить небольшие спутники и мелкие грузы весом до 225 килограмм. Лучший фильм прошлого года «Форма воды» – так решила гильдия продюсеров США. Это фэнтезийная мелодрама о любви человека-амфибии и немой уборщицы, которая работает в лаборатории. Кинолента мексиканского режиссера Гильермо Дель Торо уже удостоилась наград на Венецианском кинофестивале и «Золотом глобусе». Впервые фильм показали в августе прошлого года. В Италии мировой чемпионат по изготовлению фирменного «Джелатто» – 12 команд кондитеров со всего земного шара привезли на соревнования свои рецепты десертов в город Ремини. Сотни посетителей приехали отведать изготовленные ими сладости. Пробовать здесь можно все – и мороженое, и выпечку, и другие авторские десерты. Этот конкурс проводят в Италии уже восьмой раз. Украинская команда впервые принимает в нем участие. Победители выберут в последний день чемпионата – 23 января. Продолжение следует... Продолжение следует...